78-й Венецианский кинофестиваль откроет картина Педро Альмадовара «Параллельные матери». Свою карьеру знаменитый испанец начинал именно в Венеции в 83-м году и с особым чувством возвращается на Мостру, где два года назад получил Золотого Льва за вклад в киноискусство. В фильме «Параллельные матери» Альмадовар вновь выводит на экран свою любимую актрису Пенелопу Круз. Она играет мать-одиночку, которая рожает ребенка в тот же день и в той же больнице, что и девушка-подросток, для которой эти роды – большая травма. Жизни двух женщин протекают параллельно. Они воспитывают своих детей и меняются с течением времени и под воздействием обстоятельств. Вернулись на этот раз лагуны американские студии после вынужденного отсутствия из-за пандемии в прошлом году. Ридли Скотт представит внеконкурсный фильм, сюжет которого основан на реальной истории женщины, подвергшейся насилию со стороны могучего воина. Ее муж должен биться на поединке насмерть, чтобы доказать правоту жены. Еще один долгожданный блокбастер – последний фильм Дэнни Вильнева «Дюна», новая экранизация культового романа Фрэнка Герберта. В главной роли – новый любимец Голливуда Тимати Шаломе. Фильм, выход которого несколько раз откладывался, появится в сентябре и на европейских экранах. В борьбу за «Золотого льва» вступили и пять итальянских фильмов, в том числе и «Рука Бога», последняя картина Паула Соррентино, Стони Сервилла в главной роли, а также триллер-фрики Габриэля Майнетти о четырех артистах так называемого цирка уродов, оказавшихся в Риме в военном 43-м году. Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.